Одно из важных решений, принятых в 2015 году на федеральном уровне – сохранение двух научных институтов Севастополя. Исследовательские центры с мировым именем и более чем вековой историей Институт биологии Южных морей и Гидрофиз хотели сделать филиалами Сочинского института природно-технических систем. Но благодаря активной позиции трудовых коллективов, помощи депутатов законодательного собрания и вынесении сенатором Ольгой Тимофеевой этого вопроса на рассмотрение СОФФЕДА научные институты удалось перевести в федеральное видение. Сейчас они работают в правовом поле Российской Федерации как самостоятельные юридические лица. Я считаю, что это наша победа, потому что это достояние города Севастополя. Ее выступление в защиту нашего института звучало не только как поддержка нашей науки, наших коллективов. Она говорила о Севастополе, она говорила о Крыме, она говорила о научном и морском наследии, и как это важно для России. Ее принципиальная гражданская позиция на Совете Федерации, где была совершенно нелегкая борьба с чиновничьим аппаратом, с ФОНО, все-таки переломила ход истории в нашу пользу. Коллективы обоих институтов ей очень благодарны. Кроме того, удалось решить вопрос погашения задолженности трудовому коллективу по заработной плате, а позже за институтами был закреплен их имущественный комплекс. В настоящее время на контроле Совета Федерации остаются вопросы принадлежности имущества института, в частности, одного из причалов в Камышевой бухте и морских платформ в крымском поселке Коцевеле. Потому что там возникает уже желание крымских инвесторов на базе этой платформы вести, ну, инвесторов в кавычках, потому что они себя именуют инвесторами, но не смотрят глубоко и по-государственному. Делаются попытки создания, использования этой платформы под устричные фермы, хотя на самом деле изначально назначение этих платформ – излучение физики моря. И, соответственно, эту платформу необходимо сохранить за научными организациями. Сейчас этим вопросом уже активно занимается Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации, сообщила Ольга Тимофеева. Кроме того, на контроле Совета Федерации вопрос передачи в собственность Севастопольскому государственному университету, ранее принадлежавшего ему имущества и объектов. В отчете сенатора была затронута тема здравоохранения. Одной из причин его плачевного состояния в Севастополе Ольга Тимофеева назвала просчеты в кадровой политике. «Уровень здравоохранения, в частности, онкологической помощи, на сегодняшнем этапе не отвечает требованиям российского законодательства», – подчеркнула сенатор. Строительство двух новых учреждений – многофункционального корпуса онкологического диспансера и корпуса первой городской больницы – также находится на контроле Совета Федерации. Сенатор высказалась против выборов в муниципальные советы Севастополя в этом году. Ведь фактически они заработали только летом 2015-го. Сначала городу необходима административно-территориальная реформа, считает Ольга Тимофеева. «Пока у нас не будет выстроена административная территориальная реформа, проводить местные выборы в муниципальные собрания является неэффективным и нецелесообразным. Мы фактически будем с вами консервировать, либо консервировать ситуацию на ближайшие пять лет, либо после проведения административно-территориальной реформы мы вынуждены будем проводить новые муниципальные выборы. То есть это и трата бюджетных средств, и постоянное дергание людей». Это мнение сенатор изложила Комитету по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Совета Федерации. Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Александр Андреевич Кулагин от имени парламента поблагодарил сенатора за участие в решении проблем города и обратился с просьбой содействовать в продвижении законопроектов, подготовленных законодательным собранием для принятия на федеральном уровне. В настоящее время в Государственную думу от Севастополя передано пять законодательных инициатив. «Прошу вас подключиться к решению вопроса, это проекта закона о придании статуса ветеранов жителям осажденного села Стополь. И обратите особое внимание, что правительство Российской Федерации дало отрицательное заключение на этот закон, поскольку он требует финансирования». В настоящее время сенатор инициирует вопрос компенсационных выплат сотрудникам бюджетных организаций, в частности учреждений культуры, ликвидированных в 2014 году. «Вопрос уже находится в режиме согласования с нашим финансовым департаментом, и компенсационные выплаты будут выплачены. Это уже вопрос решения». Напомним, второго сенатора от Севастополя выдвинула исполнительная власть. Андрей Николаевич Соболев является членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. «Мы связались с ним по телефону. Сенатор пояснил, что отчет у него давно уже готов. И в ближайшее время он представит его губернатору и опубликует». Маргарита Пронина, Павел Красиков, Севинформбюро.